Переживали за Женю всем двором. Сердце разрывалось. Следили за новостями. Верили. Делятся соседи. В этом дворе вырос Евгений Ерофеев. Он почти как родной. Остаться равнодушным к этой истории было невозможно. Соседи. У меня сын очень переживал. В интернете искали все сообщения, какие можно было там найти. Надеялись, что все-таки наше правительство их не оставит в такой беде. Конечно, надеялись. Я просто Евгений Ерофеев сам знаю. Мы по молодости занимались в военно-патриотическом клубе. То есть с ним он как бы старше меня нанесли. Я в шоке, конечно, был, когда узнал вот это все. Совсем молодой парень. Всего 31 год. Дружная семья. Больше года Евгений не видел родных. Соседи, как могли, старались поддержать родителей. Как можно не сочувствовать этому. И родители, безусловно, переживали. Это видно было. Держись, отцу я сказала. Держись. Все образуется. Верила и надеялась, что обязательно все встанет на свои места. Что плохого Женя сделать ничего не мог. Надеялись, ночами не спали. Не просто так. О Жене говорят с теплотой. Парень отзывчивый, добрый и, главное, всегда стремился помочь в беде. И вот справедливость. Евгений Ерофеев и Александр Александров вернулись на родину. Они были помилованы на Украине в обмен на Надежду Савченко. Дай Бог ему доброго здоровья и спасибо всем, кто это помог. Потому что это было очень большое переживание. Мой ученик это был. Он был очень добрым. Ну, застенчивым немножечко был. А сказать о том, что он и есть хороший. Он вообще человечек добрый, отзывчивый. И нет таких в нем плохих черт, плохих таких, которые он не мог ответить. И всегда старался на помощь прийти. Теперь ждут, когда Евгений приедет домой. Встретит объятиями и со слезами. Теперь радости. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.